Немцы одна из самых путешествующих наций в мире. Традиционно лето они предпочитают проводить в Греции, Италии или Испании. Но сохранится ли этот тренд в этом году или все же из-за ограничений, которые сейчас ужесточают, останутся дома? Расскажет Шулпан Нейманбаева. Немцы, как известно, любят планировать все заранее. Отпуск в первую очередь. Уже зимой многие начинают бронировать отели и авиабилеты. Но коронавирус носит свои коррективы. Из-за пандемии немцам сложно строить планы. Боязнь заразиться мутировавшими штаммами и новые ограничения заставляют задуматься, ехать или остаться дома. Смогут ли европейцы свободно путешествовать этим летом? Вопрос до сих пор открыт. В ЕС все больше говорят о необходимости введения так называемых паспортов вакцинации. Особенно инициативу поддерживают страны, живущие за счет туризма. А некоторые государства уже ввели эту систему. К примеру, Греция и Израиль договорились между собой разрешить въезд отдыхающим привитым от ковид. А между тем эксперты утверждают, говорить о привилегиях рана. Ведь в ЕС вакцинировано не так много граждан. Также отсутствуют доказательства того, что привитый не может быть разносчиком инфекции. А тем временем жители Берлина с нетерпением ждут летних отпусков. Если говорить о прививках, то я не очень хочу ее делать. Но если от этого будет зависеть, смогу ли я путешествовать, я, конечно, пойду и получу вакцину. Мы пока не бронировали билеты на летний отпуск. Хотим убедиться, что ситуация нормализируется и не будет никаких запретов. Мы хотели бы поехать в этом году в Колумбию или в США. Путешествие – это моя жизнь. Однако в этом году я останусь в Германии и поеду отдыхать в Маккленбург на местный курорт, как и многие немецкие туристы, которые выбрали в прошлом году это направление. Там прекрасные места, красивая природа. Как только будут ослабления, я точно полечу в Испанию. Я настроен позитивно, я очень жду этого. Я надеюсь, это лето будет лучшим. Старты туристического сезона ожидают и в самой Германии. В прошлом году отрасль понесла миллионные потери. В аварию, которая считается самым привлекательным регионом, впервые за 30 лет приехала в половину меньше туристов, чем годом ранее. То есть вместо 40 миллионов – всего 20. В целом из-за ограничений в 2020-м Германия не досчиталась зарубежных гостей. Поток упал на 64%. Бизнесмены говорят, это действительно был черный год для туризма и ательеров. Многие из них находятся на грани банкротства, но с надеждой ждут возрождения рынка. А вот руководитель авиаконцерна «Люганзе» не ожидает быстрого восстановления отрасли. Из-за мутации страны вводят новые ограничения. Поэтому, по его словам, даже летом не стоит ожидать, что пассажиропоток восстановится полностью. Шоупан Айманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар-24, Германия.